Саламу алейкум Дагестан, доброго вечера всем, кто смотрит нас в эфире телеканала РГВК. И доброго времени суток тем, кто смотрит нас в повторе или в интернет-версии в эфире проект АУТОДФ и веду его я, Заур Газиев. Прежде чем я представлю моего сегодняшнего собеседника, я хочу поблагодарить за информационную поддержку на сегодня Дагестанскую государственную филармонию в лице Ирины Германовны Нахтигаль. Хочу поблагодарить родной телеканал РГВК, ну и, конечно же, еженедельник «Свободная республика», которая предоставляет нам это помещение. О том, кто у меня в гостях, вы узнаете через небольшую паузу. Итак, дамы и господа, самое время представить моего сегодняшнего собеседника. Это продолжение беседы, начатое еще в прошлой передаче. И в гостях у меня гитарист Айнур Микутов. Саламу алейкум. Алейкум алейкум. Вот есть такой проект «Голос», да? Вот там люди сидят спиной к поющему музыканту, артистам. Вот если вот так вас спиной посадить к музыканту, который играет, вы отличите, допустим, испанскую школу, итальянскую школу, бразильскую школу. Вы их отличите по звучанию? Я отличу исполнителей по звуку, допустим. Ну вот спиной, с завязанными глазами, вы слышите звук и вы понимаете. Я не отличу школу, но я отличу большие имена по звуку, по манере интерпретации. Они как-то по-своему настраивают гитару или почему так происходит? Потому что есть штрих, есть артикуляция, есть подача какая-то, которая отличает. Это же то же самое, вот у вас свой тембр голоса, у какого-то исполнителя неповторимый свой исполнительский почерк, который присущ только ему. Это агогика, это дыхание музыки, это фразировка. Не, я на самом деле, слушай, мне интересно и... Да, вот именно закрытыми глазами можно таких исполнителей из тысячи других выделить. Вот, допустим, я убитый чайник, вот в гитаре, вот просто вот... Почему вы говорите только о гитаре? Гитара вообще, на мой взгляд, это часть... Ну извините, если бы вы были сапожник, я бы с вами разговаривал бы о музыке. Давайте о музыке поговорим. Гитара это вообще, это часть какой-то общей мировой культуры. Она вписана туда немножечко. Ну, вы же пришли сюда с гитарой, вы же играете на гитаре. В контексте музыки гитара это тоже, как бы, определенный мир и кухня. Вот не ожидал, что вы оскорбитесь по поводу того, что я спрашиваю вас о гитаре. Вы вообще зря считаете, что я обижаюсь на вас или оскорбляюсь. Мне вообще пофиг на вас. Вообще есть я, а долго никого нет. Вы выводите разговор на какую-то эстраду, попсу, вам это зачем-то... Хорошо, давайте поговорим, а как вы думаете, какой вопрос я вам сейчас должен задать, чтобы ваше величество могло почувствовать себя удовлетворенно, чтобы вы не разочарованы. Мое величество желает, чтобы мы продолжили эту тему, когда с закрытыми глазами. Слушайте, но я вам задал этот вопрос, и вы как бы начали на него отвечать, и я как бы вас не останавливал. Да, но вот продолжая раскрывать эту тему, что действительно есть не школа, а исполнители по манере интерпретации каких-то музыкальных сочинений, можно понять, кто играет именно с закрытыми глазами. В данном случае я не говорю только о гитаристах. Это может быть и пианисты выдающиеся, и скрипачи, и в том числе и гитаристы. Хорошо. Вот мы начинали говорить о чем? О том, что, допустим, я убитый чайник. Вот вы мне не дали свой коронный вопрос задать. Допустим, я ничего ваших не понимаю. И вот вы вдруг берете и снисходите вон оттуда, со своего парнаса, со своего баспускаетесь на нашу грешную улицу Батырая, и рассказываете, вот, Заварбек Газимович, вам надо послушать вот этого музыканта, вот этого музыканта и вот этого. И тогда вы поймете, как бедна была до сих пор ваша жизнь, да? Вот потому что гитара – это целый мир, это бездна чувств, это бездна эмоций. И замечательно было бы, чтобы вот эта красота пришла в вашу жизнь. С кого бы вы мне посоветовали начать? Я бы вам ничего не посоветовал. Какой вы злой. Вы жадный, жадный и злой, злой и жадный. Хорошо, я думаю, что человек сам приходит. Нет, человек сам не приходит, человек приходит, и ему хочется, ему хочется, чтобы ему вот так фонарем посветили вот в этой мгле, да? Вот я полагаю, что те, кто приходит, это внутренняя потребность, и она рано или поздно в большей или меньшей степени будет реализована. Когда человек сам ищет, он находит, когда человеку назидательно что-то говорят – сделай, послушай, почти. Нет, не надо назидательно, вы просто вежливо скажете – вот есть вот этот музыкант, вот этот музыкант, ну и я еще, да, вот больше никого нет. Вот можете назвать имена, которые можно было бы пробить на ютюбе и просто насладиться тем, что вы посоветуете. Если мы говорим о гитаре, это Пака Долюсея. Пака Долюсея, но я его, блин, знаю только еще чуть ли не со своей молодости, вот слышал. Особенно вот это Малага, вот это, Малага или Малаги? Малагения. Малага, по-моему. Малага – это город. Вот, да, да, вот именно вот этот, вот эта песня, она у меня много лет была в плейлисте, и какие-то вещи, они были, но они, честно говоря, через какое-то время ты немного устаешь, но это очень специфичная музыка, ты должен жить в этом ритме. Наверное, ты должен, как нормальные испанцы, засыпать в обед, да, и как-то и есть ту еду, которую они едят, и тогда жить в том ритме, в котором они живут. И над тобой, наверное, должно быть такое же горячее солнце, и тогда эта музыка, она становится частью тебя. А мы живем несколько в других широтах, вот, и через какое-то время эта музыка, она все равно тебе чужая, во всяком случае, по моим ощущениям. Но в вашем случае это так не случилось. Интересно, почему? Может, потому что я попал в музыкальную школу изначально, сразу. Ну, в музыкальную школу много кто попадает. У меня был интерес. Ну, и у других людей бывает интерес. То есть, вопрос, почему дальше пошло развитие... Нет, почему, что у вас особенного, вследствие чего, вот, эта музыка стала частью вас. Я вообще ничего ни разу не говорил ни в одном интервью, нигде, что у меня во мне есть что-то особенное. Блин, вот это, наверное, вот я мало ваших интервью смотрел. Может, я вообще потому что их не смотрел. Но дело не в этом. Дело в том, что я вам предлагаю рассказать о себе. Я буду и дальше бродить в темноте, прощупывая, чтобы вас узнать, чтобы вас спросить, если вы сами не откроетесь и сами не сделаете пару шагов навстречу. Я думаю, что мне... Не обижайтесь, мне об этом неинтересно говорить. А о чем вам интересно говорить? Вы думаете, вот мне интересно возвращаться на 25 лет назад, а потом, почему я начал гитарой заниматься и так далее, да? Ну, хорошо. Давайте уйдем на 25 лет вперед. Вам это интересно на 25 лет вперед? Это было так давно, это было... Хорошо, проехали. Все, прошлого нет. Давайте в будущее заглянем. Каким вы себя видите, допустим, через 5, через 10 лет? Вот этот вопрос интересен, на самом деле, каким себя видишь? Ну, спасибо, вы мне помогли его опускать. Я здесь не без вашего участия. И все-таки, каким вы себя видите через 10 лет? Немножко уточнить вопрос, в творчестве или в жизни? Вот у меня... Нет, очень жаль, что вы не смотрели мои предыдущие передачи, наверное, так же, как и я ваше интервью. Но вот личную жизнь человека я никогда не затрагиваю. Я считаю, что это ваше внутреннее пространство, да? И если вы сами не считаете нужным вывернуться наизнанку, я вас об этом никогда просить не буду. Поэтому, наверное, все-таки в творчестве. Вот вы сейчас, допустим, в точке А. А где ваша точка Б? Допустим, там, ну, как у оперного музыканта, там, Большой, Ласкало, Кувангарден, да, там, парижская опера, да? Я вас понял. Знаете, вот несколько, буквально несколько лет назад, всегда же какие-то метаморфозы творческие происходят, внутренние, по мере того, как человек развивается, да? Вот это связано, я не знаю, с какими-то жизненными переживаниями, то, что человека там накрывает, там, какие-то сложности, как он из них выкручивается и так далее. Вот буквально вот года три-четыре, если бы меня спросили, ваши достижения, я бы, наверное, на пальцах перечислил. Вот я был в той стране, был на таком-то, таком-то фестивале. Хочу поехать туда, хочу сыграть, допустим, концерт в Корниги-Холле или концерт Гибауа, там, в больших залах. Я сейчас, я полагаю, вот для себя, как бы на том этапе, на котором сейчас я нахожусь, что, наверное, это все-таки не настолько важно. Это важно для роста дальнейшего, и хорошо, если есть цели, к которым ты стремишься сыграть там-то, там-то, посетить ту или иную страну, поехать с концертом. Вот, но для себя я нахожусь, что смысл всего того, что делаешь, заключается в том, что искусство, неважно, какому ты течению принадлежишь, в данном случае мы говорим о музыке и говорим о классической гитаре. И все-таки, где вы планируете отказаться? Все это, я сейчас попробую объяснить, все это должно помогать человеку, в первую очередь, найти себя. Вот сейчас я могу сказать, что я действительно нашел себя, и именно искусство и музыка помогают мне заглянуть внутрь себя. То есть через это я нахожу себя, и именно искусство мне помогает понимать, для чего я нахожусь на этой земле, ради чего я живу. И если мы говорим о дальнейших планах, то именно вот это направление я бы хотел усиливать в своем творчестве. То есть речь идет о том, что искусство, как и религия, может проповедовать добро, может проповедовать какие-то благие намерения. И когда видишь после концерта горящие глаза людей, там открытые взгляды, улыбки, ты понимаешь, что они пришли и получили тот позитив, который можно получить, съездив в Индию, сходив в мечеть, в церковь. То есть в какой-то степени это тот путь, который дает человеку очиститься. И вот для себя я этот путь определил, и думаю, что через и 5, и 10 лет этот путь может расшириться, расшириться с границей, расширить, я не знаю. Это им очиститься или вам? В первую очередь я сам должен. Когда вы успели напачкаться, вы же все время в работе, в проектах. Отчего вам очищаться, господи? 5 баллов, а вы такой чистый сидите, я смотрю. Да нет, я как бы и не притворяюсь, в принципе. Да нет, у меня работа такая, ничего не поделаешь. Все, что делает человек, вот вы занимаетесь своей работой. Своей гнусной работой, понятно, дальше. Вы корреспондент. Я журналист. Вы журналист, я занимаюсь профессиональной педагогикой и музыкой. Я думаю, все, что мы делаем, должно в наших деяниях нести какое-то благо. Вы своей аудитории, я своей аудиторией. Слушайте, Айнур, вы такой ранимый, да? Вы как работаете? Или они еще более ранимые, ваши ученики, чем вы? С чего вы взяли? Ученики абсолютно разные, и большие, и маленькие. И вот, не дай бог, они вдруг начнут вас троллить. Вот, не дай бог, вы их гитарой просто огреете. Ничего подобного. Нет? Нет? Я даже не знаю, я даже боюсь вот этот вопрос, я вам задать боюсь. И вот этот вопрос задать боюсь. И этот вопрос. Давайте я вам задам вопрос. До чего вы делаете эти передачи? Во-первых... Что вы пропагандируете? Нет, во-первых, я ничего не пропагандирую. Вы мне интересны. Вы мне интересны, вы для меня как терра инкогнито. Я крайне редко стараюсь узнать о человеке, прочитать что-то, прежде чем зазвать человека вперед. Я хочу вместе с телезрителями узнавать вас. Я хочу задавать вам вопросы, в которых вы будете говорить о себе сами. Вы понимаете, я могу говорить, но я не нахожусь на приеме у психолога, где я хочу там извлевать. То есть, есть вопросы, на которых вы, в принципе, и не услышите ответа. Я не задаю личное. Это же... Вы касаетесь творчества, это тоже личное. Когда артист... Ну, вы это личное, вы носите на сцену. Вы живете кишками наружу на сцене. Да, когда артист выходит на сцену, он без одежды и голый. Правильно. Правильно. Это выходит чистая душа на сцену. Только голая душа, ничего другого. То есть, опять-таки, отвечая на ваш вопрос, речь идет об этом. Здесь такая же сцена, как и там. Только здесь вы не видите тех, кто по ту сторону. А я их вижу. И я их тоже чувствую. И им тоже интересны вы. Вот даже вот такой ершистый, такой вот скользкий, которого вот так не ухватишь. Но вы им интересны. И они не обязаны читать все, что вот до этого выдавали в интервью. Если мы спрашиваем вас, здесь не только я спрашиваю. Я просто их устал. Вы понимаете то, что вы спрашиваете? Может, вы меня услышите и поймете. Но другие не услышат, им это не надо. Почему? Почему? Людям вообще интересно. Это одна из немногих по-настоящему интересных вещей в этой жизни. Человеку интересно знакомиться с другими людьми. С новыми ощущениями, с новым каким-то опытом. Это нормально? Для многих это непонятный мир. Абсолютно. Я это знаю. Давайте не судить за них. Люди разные. Помните, мы начали разговор с чего? Кому-то нравится рожа крокодилия, да, песня. А кому-то нравится то, что делаете вы. Кто-то не представляет свою жизнь без похода в органный зал. И это нормально, это понятно. Кто-то у себя в маленькой квартире делает дворцовый интерьер, потому что он хочет жить другой жизнью. Потому что ему опостылили эти грязные улицы, эти хрущевские дома. И он пытается построить какую-нибудь там маленькую Германию у себя во дворе или у себя дома. Потому что он жить так уже больше не может. И потому что вот этот внутренний конфликт человеческой души с тем окружением и с тем контекстом, в котором он находится, оно зачастую порождает и какое-то совершенно ни на что не похожее творчество. Как великие музыканты жили в постоянном конфликте с окружением, как великие писатели жили в постоянном конфликте с окружением, с тем миром, в котором они пребывали. Но вот это трение, оно и давало что-то великое и прекрасное. Это творчество, оно живет в конфликте с окружающим миром. И это нормально. Ненормально, когда человек работает на потребу, я не знаю, толпи и плодит одно и то же, одно и то же, одно и то же. Я столкнулся, я приглашал творческого человека, у которого, наверное, внутри что-то накопилось. К сожалению, я не нашел тот краник, который открывается, и человеку хочется освободиться от того, что его... Мне не терзает ничего внутри такого, у меня нету какой-то борьбы с собой, с внешним и окружающим. Тогда откуда источник для вашего творчества? Что является спусковым механизмом? Карканье ворон, пение соловья или что? Что для вас является причиной для вдохновения? Это может быть абсолютно все, любой маленький позыв. С природой связан, с личной жизнью, все может быть. Переезд куда-то в другое место, встреча с друзьями, новые люди. Но это то, чем живет огромное количество людей. Когда творчество становится профессией, говорить о вдохновении нужно немножко по-другому все-таки. Ну и как я должен говорить с вдохновением, чтобы вы почувствовали уважительное отношение с моей стороны? Вы немножко меня не поняли, что вдохновение, когда человек занимается хобби, и для него его хобби является творчеством, вот он садится к станку или, я не знаю, изваять кувшин. Вот на него нашло вдохновение, он это заходил. Когда для тебя творчество, работа, ты находишь в себе силы в нужный момент дать ту эмоцию, которая нужна. У меня к вам такой вопрос. Допустим, вам запретят заниматься музыкой. Чем займетесь? Будете рисовать, вскроете себе вены, займетесь, я не знаю, лепкой. Что было бы? Вот допустим, музыку уберут в вашей жизни, вам законодательно запретят этим заниматься. Что будете делать? Считается ли педагогикой занятие музыки? Конечно, считается. Вы занимаетесь музыкой, вы учите людей музыки. Вы и сейчас этим занимаетесь. Хорошо, вот если вам придется, если вы попадете в аварию, не дай бог, да, и вам придется сменить вот просто все, вот весь свой образ жизни. Есть психология замечательное высказывание. Проблемы нужно решать по мере поступления. И мне неинтересно абстрагироваться от таких вещей, на которые вы меня наводите. То есть я сейчас, на сегодняшний момент, занимаюсь своим любимым делом и планирую, несмотря на все ваши провокационные вопросы, заниматься этим завтра. Дай бог вам здоровья. Спасибо. У вас все в этом же, но вдруг, да. У человека всегда есть что-то, что-то еще, да, совершенно другое. Да, действительно. На другой стороне, да. На другой стороне души. И оно его тоже иногда греет, да, потому что Бог нас создал такими, что нас не греет что-то одно. Да, всегда есть что-то еще, что делает в нашей жизни счастливее. Или могло бы быть, да. Вот, допустим, не научись вы, не пойди в музыкальную школу, не встрети вы того педагога, наверное, что-то другое было бы в вашей жизни. Вы понимаете, что творчество для меня – это не только, когда я беру гитару в руки. Творчество для меня – это коллекционирование инструментов, это коллекционирование нот, это организация крупных фестивалей, это проведение конкурсов. И, конечно же, это педагогика. Я не могу сказать, что занимаясь гитарой, я реализую себя на все 100%. Музыкальный менеджмент. То есть вкупе все, что я делаю в своей повседневной жизни, это и есть творчество и реализация меня. Занимаясь какой-то одной вещью, я не реализуюсь. То есть, чтобы понять, как играть тот или иной опыск, допустим, я не знаю, Моцарта или Баха или Бетховена, недостаточно быть глубоко образованным, начитанным человеком. Нужно понять вообще, в каких механизмах это все происходит. Почему Бетховен в тот момент писал, скажем, свою лунную сонату? То есть у него пробуждались религиозные чувства, поэтому и такая кантилена, и такая педаль. А это понимание приходит не только, когда ты в кухне или вдали от своих близких сидишь за инструментом, чтобы не мешать соседям и им. Это понимание приходит, когда ты изнутри организуешь что-то, изнутри начинаешь понимать композитора. И можешь сказать, что да, с этим композитором ты пил чай или пил на бродершафт. На одной волне. На одной волне. Вот это творчество. Но занимаясь чем-то одним, это сложно. То есть сокращаются какие-то возможности. Те дорожки и тропинки, по которым ты мог дойти до своей цели, и точки, они уменьшаются. И для меня творчество, вы говорите, если вдруг по каким-то причинам, то есть диапазон того, что я делаю, он достаточно широк. И нахождение именно каких-то музыкальных идей приходит очень часто не через нотную партитуру, не через музыку, не через инструмент. Она приходит через путешествия, через гастроли, через общение с учеником, который может быть даже старше тебя, и понимает в жизни больше. Через то, когда ты научился не только чувствовать и понимать, а когда у тебя пришел опыт, который дает тебе возможность объяснить, почему так или иначе. Ну, очень интересно. Хорошо, по странам и континентам. Вот там прозвучала Индия. Это страна, в которую вы ездили, которую бы хотелось посмотреть? Нет, просто Индия ассоциируется с какими-то духовными практиками. В целом. Я был на востоке, то есть Китай, Китай, несколько раз на северной и южной части, если говорить о гастролях. Им что нравилось из того, что вы играете? Вообще специфичная страна во всех смыслах слова, специфичные, своеобразные люди. Вот, конечно, все, что они принимают, связано с тем образом жизни, в котором они живут. Для них европейская культура – это несколько закрытые двери, которые они сейчас, в настоящее время, посредством колоссальных каких-то инвестиций государственных, стараются открыть. И нужно сказать, что это у них успешно получается. Они готовы, они открыты к познанию другого мира. Есть цели... музыка, которая строится на ритмической основе. Есть сцена, на которую вы выходили с дружью в коленях? С дружью в коленях я выходил достаточно долго на все сцены. То есть период творчества, когда ты просто волнуешься очень сильно. Сейчас, если не выходишь с легким андражом, думаешь, а что такое происходит? Где же ты? Почему тебя нет? То есть я считаю, что легкое волнение должно присутствовать всегда. Ну вот Примадонна российской эстрады, Пугачева, она говорила, ну я, честно говоря, я в этой ситуации ей верю. Она говорила, если... Я, говорит, всегда волнуюсь перед выходом на сцену. Это, говорит, нормальное состояние человека, который выходит на сцену. Другое дело, как его преодолевают артисты. Большие имена такие, как Шаляпин, они боялись выходить на сцену. Даже Шаляпин. Да, его трясло просто страшной силой. Большие пианисты боялись выходить на сцену. И импрессарию их выводили с условием, что вы только покланитесь залу и выйдете. Но когда человек выходил и видел тысячеголовое чудище перед глазами, он не мог удержаться, чтобы не сесть за рояль и не сыграть. Уже начинался процесс. И опять-таки, заглядывая на какие-то там годы вперед, вы говорите, то есть этот процесс пошел, и от него сложно отказываться. Когда ваши ученики спрашивают вас про то, как преодолевать этот страх, вы можете поделиться с ними своим секретом? Или у каждого человека эта история своя? Я думаю, у каждого человека своя история. Но есть какие-то объективные вещи, допустим, неповторение ошибок. Или какая-то практика, упражнение, дыхание. Если человек будет обладать определенными знаниями, то он быстрее решит вот этот вопрос для себя. Все-таки город, в который вы ехали с особенным волнением. Это Испания, наверное, да? Город, в котором я с особенным волнением играю, это Казань и Махачкала. Ну, Махачкала вы знаете, а Казань она вас приняла, выпустили там корни, а вас там как бы все. А там-то что, или это с любовью? Ну, понимаете, это город, в котором тебя знают все в музыкальном мире, и они приходят тебя не только послушать, но и приходят, чтобы лишний раз убедиться, стоишь ли ты тех званий, которые... Ах, ты не сдохащих! Я только в который тебе навесил. Нет, вот про то, как творческие люди обожают друг друга, вот в это я точно никогда не поверю, особенно вот как этот волк волка не пусает, но когда речь идет о музыке, все равно есть какая-то творческая зависть, есть конкуренция, да, есть все равно, да, ощущение, что играя на гитаре, он забирает твой гузук хлеба и отбирает твою публику. Вы как вообще, вот вы же понимаете, что это есть, что зависть человеческая, она как бы не это... Никуда не... Вообще конкуренция это нормальное, нормальное понятие, я очень толерантно к этому отношусь. Без конкуренции сам не будешь расти. Кто-то из больших философов сказал, вы можете хоть поливать у меня спину, когда... А, нет, это был Бернард Шоу. Да, но только в мыслях, только в мыслях. Нет, ему одна женщина сказала, вы знаете, пока вас не было, а у вас такие вещи чудовищные горели, ведь они вас так ругали. Он говорит, передайте тем, которые пока меня не были, меня ругали, что пока меня нет, они могут меня даже избить. Примерно так же, да. Ну, многим принадлежат похожие цитаты, высказывания. Да, Бернард Шоу, он просто это вкусно так излагал, но идея, в общем-то, не на лап. Понятно, да. Собаки лают, караван идет. Ну, так, это утешение, но мы прекрасно понимаем, в какой среде мы живем. Это не утешение, зачем? Если обращать внимание, растрачивать свои силы, энергии на то, что говорят о тебе, и то, что тебе мешают делать, то... Ну, видите, глубок змей, это тоже стимул, это тоже мотивация двигаться вперед. У вас есть замечательная притча на вашем канале про ослика и колодец. Если на тебя падает грязь, то ее нужно стряхнуть и встать на нее. Это будет... Ну, да, 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 да. Это... Нет, у притч на самом деле очень много. Я иногда им просто... Они уже живут свои жизни. Мы говорим просто о том, как к этому относиться. Вот я к этому так отношусь, что меня это не забивает с пути. Ясно. Айнур, я, во-первых, благодарен вам за время, которое вы на меня потратили. Так, я вам просто обязан подарить один из номеров, который вот здесь под рукой у меня. О, здесь Расулен Мирзаев. Один из номеров. Свободной Республики. Благодарю. Так, сейчас мы будем выходить. Я вам подарю свою книгу, которая вот здесь как-то не оказалась, в этой суете на столе. Я хочу вас поблагодарить за время, которое вы на меня потратили, за те душевные силы, с которыми вы сюда пришли. И, конечно, хотелось бы попросить вас что-нибудь сыграть. С удовольствием. Расулен Мирзаев. Субтитры подогнал «Симон» 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 Это музыкант, гитарист, уроженец города Махачкалы, самых терпеливых по окончанию ждет притча, но я увижусь с вами уже через неделю, она пройдет быстро. Магрибский купец Купцы шли сорок дней, страдая от сноя и усталости, и осталось у них всего по одному верблюду, остальные пали. И вдруг видят они большую гору, приблизились, и не верят своим глазам, вся гора состоит сплошь из серебряных слитков. Купцы возблагодарили Всевышнего, и один из них, набив мешки серебром, двинулся в обратный путь. Остальные шли еще сорок дней, и от солнца лица их стали черными, а глаза красными, и показалась впереди еще одна гора, только на этот раз золотая. Второй купец набил мешки с литками и спросил своего товарища, чего же ты стоишь, много ли золота ты увезешь на одном верблюде? Достаточно, чтобы стать самым богатым человеком в моем городе? Нет, мне этого мало, — ответил третий. Я пойду дальше и найду гору из алмазов, а когда вернусь домой, я буду самый богатый человек на земле. И пошел он дальше, и путь его продолжался еще сорок дней. Его верблюд пал и больше не встал, но купец не остановился, потому что был упрям и верил в алмазную гору. А всякий знает, что одна пригоршня алмазов дороже, чем гора серебра и холм золота. И увидел третий купец впереди диковинную картину. Стоит посреди пустыни, согнувшись в три погибели человек, и держит на плечах алмазный трон. А на троне восседают чудовища с черной мордой и горящими глазами. «Как я рад тебе, почтенный путешественник!» — прохрепел согнутый. Познакомься, это демон алчности мордув, и теперь держать его на плечах будешь ты, пока не придет сменить тебя такой же корыстолюбец, как мы с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok